«Кто же это мог забрести сюда?» — спросил сам пан Рыбка с дружеским участием. Спросил сам себя. «Здесь так мало людей, ни одной протоптанной стежки на снегу. Это ведь окраина жизни. Вот до бреду до дома улочка до самого носа укроется белой периной, и покажется ей, будто она детская игрушка. Обидно, что эту белизну нарушит почтальонша с газетами, она-то уж тут же испещрит тут все вдоль и поперек, как заяц». Пан Рыбка внезапно остановился, собравшись пересечь беленькую улочку и пройти к своей калитке. Он увидел, что следы, оставленные кем-то, свернулись с тротуара и тоже направились к его воротцам. «Кто же это ко мне приходил?» — поразился пан Рыбка и проследил взглядом направление четких отпечатков. Их было пять. Точно посреди улицы они кончались явственным оттиском левой ноги, а дальше не было ничего, лишь нетронутый чистый снег. «Дурак я, дурак!» — подумал пан Рыбка. Видно, прохожий вернулся на тротуар. Однако, насколько хватало взгляда, тротуар был ровно застелен пышным снежным покровом, без единого человеческого следа. «Черт побери!» — подивился пан Рыбка. Скорее всего, следы обнаружатся на противоположной стороне. Он обогнул оборвавшуюся цепь следов, но на противоположной стороне тоже не было ни одного отпечатка. Вся улица светилась целомудрием пушистого снега, так что от этой чистоты захватывало дух. С тех пор, как выпал снег, здесь не проходил никто. «Странно!» — бормотал пан Рыбка. «Видно, прохожий свернул на тротуар, вступая по своим прежним следам. Но тогда он должен был пятиться до самого перекрестка, потому как, начиная оттуда, я увидел только эти отпечатки, и именно они вели сюда, а других следов не было». «Да, но к чему же это было делать?» — изумился пан Рыбка. И как, идя задом наперед, пешеход умудрялся попадать точно в свой след.